Следующие дела – это дела, связанные с налогом на прибыль. И в качестве первой категории дел хотелось бы рассмотреть дела, связанные с действительной налоговой обязанностью. В данном случае в 2016 году было принято дело о нефтегеологии, в которой этот вопрос и затрагивался. Вообще, на самом деле, нередко возникают случаи, ситуации, когда изменение налоговых обязательств по одному налогу, в общем-то, с необходимостью должно влечь изменение налоговых обязательств по другому налогу. Вместе с тем, налоговые органы, как правило, в интересах бюджета учитывают только изменения, которые приводят к доначислению налогов, но не к уменьшению налогов. И, собственно говоря, такого рода случай, ситуация была рассмотрена в деле об нефтегеологии. И Верховный суд указал на то, что в том случае, если налог, который доначисляет налоговый орган, учитывается в качестве расходов по налогу на прибыль, то в данном случае у налогового органа появляется обязанность скорректировать налоговые обязательства, ну и, понятно, в сторону уменьшения, по налогу на прибыль, если налог на прибыль также входит в предмет проверки. В целом, эта позиция по делу об нефтегеологии, она отражает системность налогового права, ну и такой принцип определения действительной налоговой обязанности налогоплательщика. И, в общем-то, эта практика, она продолжила развиваться и в 2017 году в деле «Ноябрьский нефтегаз», ну точнее «Газпромнефть», «Ноябрьнефтегаз». И это дело, оно важно не только, по сути дела, повторением позиций, которые сложены в деле о нефтегеологии, но и анализом отдельного довода налогового органа, который достаточно часто встречается в такого рода делах. А именно, в деле «Ноябрьский нефтегаз» налоговый орган указывал на то, что у налогоплательщика имеется право, возможность подать уточненную декларацию и самостоятельно скорректировать свои налоговые обязательства, ну и в данном случае по налогу на прибыль. Вместе с тем, Верховный суд указал на то, что данный довод, он не должен приниматься во внимание, поскольку, во-первых, по сути дела, на налогоплательщика возлагается дополнительная обязанность по подаче уточненной налоговой декларации. Во-вторых, то, что соответствующая подача налоговой декларации, она не устраняет недостоверность недоимки, а значит и не устраняет некорректное начисление пеней и штрафов. И в связи с этим, в общем-то, в деле «Ноябрьский нефтегаз» суд отклонил соответствующий довод налогового органа. В целом, следует заметить, что вообще вот этот довод о том, что налогоплательщик в тех или иных случаях может подать налоговую декларацию, у налоговых органов встречается достаточно часто в различных категориях дел. Поэтому вот эта аргументация Верховного суда может быть использована налогоплательщиками, если у них возникают споры, в которых налоговый орган приводит соответствующий довод. Вместе с тем, следует отметить, опять же, что в 2017 году было дело, которое, в общем, ограничительным образом восприняло как дело ОПИ «Нефтегеология», так и «Ноябрьский нефтегаз». Это дело РОСа. И в данном деле было указано на то, что позиция, изложенная в соответствующих делах, эта позиция, она касается именно прямых налогов. То есть, до начисления налога, какого-либо налога может иметь значение по налогу, именно по налогу на прибыль, если сумма соответствующих налогов учитывается в налоге на прибыль в качестве расхода. Вместе с тем, эта позиция, она не касается вопросов изменения обязательств по НДС, даже в том случае, если это каким-то образом влияет на налоговые последствия по налогу на прибыль. Ну, то есть, такой ограничительный тренд, поэтому необходимо это иметь в виду.